Здравствуйте! В эфире программа «Тема недели» и я ее ведущая Ольга Уланова. Ежегодно пятимиллионный Петербург производит около 800 тысяч тонн твердых бытовых отходов. При этом город продолжает расти, и в последние годы близость мусорных полигонов многие жители ощущают весьма остро. Особенно в новостройках Приморского района. Недалеко от них, в Новоселках, с 1972 года расположен крупнейший действующий городской полигон ТБО и уже закрытый полигон осадка сточных вод водоканала. Впрочем, проблема не только в расширении территории новостроек. Уменьшился лесной массив, так как там построилось предприятие «Ниссан», и появился прямой коридор, это съезд на улицу Парашютная, с кольцевой автодороги, который просто дал возможность воздушному потоку двигаться в сторону жилых массивов. О жалобах жителей близлежащих кварталов на неприятные запахи в правительстве города знают и пытаются решать проблему. Отходы водоканала уже утилизируются, а вдоль полигона установлена система аэрозольной завесы для нейтрализации запахов. Аналогичная система есть и у полигона ТБО. Кроме того, сейчас проходит экспертизу проект станции дегазации. Это признанная во всем мире практика, когда в тело полигона заводятся трубы, через эти трубы начинается откачиваться газ, потому что пахнет именно он, и этот газ идет дальше на переработку в генератор для выработки электрической энергии. Власти города надеются уже в следующем году начать реализацию этого проекта, а сам полигон готовит к рекультивации. Готовится к рекультивации поэтапной, усиленно накрывается грунтами, чтобы минимизировать неудобства для жителей Петербурга. В дальнейшем полигон фактически накроет глиняный саркофаг. Город готов закрыть полигон в Новоселках, однако мусор надо куда-то вывозить. Поэтому сейчас идет поиск альтернативной площадки. При этом, согласно закону, на своей территории Петербург это делать не может, а значит, необходимо договариваться с соседом. Сейчас идет процесс с Ленинградской области, выработки, подбора такой территории, выработки проекта, и как только это произойдет, мы, скажем так, с моментом ввода новых мощностей будем ограничивать мощности данного предприятия. Вместе с тем в городе появятся четыре завода по переработке ТБО. Пилотный проект планируется построить за три года в Левашово. Такой завод сможет перерабатывать 350 тысяч тонн мусора в год. Если жителям Приморского района, видимо, придется какое-то время потерпеть, то жители южной части города уже могут дышать свободно. Хотя несколько лет назад жалобы на неприятный запах шли и от них. Его источник – полигон Волхонка, уже закрыт. Кстати, расположен он хоть и в Ленинградской области, но у самой границы с Петербургом. И долгие годы принимал городской мусор. На тот момент, когда год назад действительная компания зашла на полигон, там было 40 очагов возгораний за сутки. На сегодняшний день возгораний нет. Более того, оборудовано 4 КПП, стоит охрана со всех сторон. И как убедилась наша съемочная группа, ни характерных для таких мест стайптиц, ни крыс здесь нет. Да и слабый запах чувствуется только непосредственно на самой свалке. Пока мусорный манблан закрывают землей. Однако областные власти выделяют деньги на проект его рекультивации. Работа по уже рекультивации, она может занимать от 8 до 10 лет, в том числе с удалением свалочного газа и так называемой дегазации. Ну и один из, ну так скажем, пока еще проекта его нет, его пока еще никто не выиграл этот проект, да, но в этом году этот проект будет реализован именно по рекультивации. А вот предложение по дальнейшему использованию этой территории весьма неожиданно. Поскольку там действительно гора приличная, что это организация горнолыжного курорта. Более того, в ряде западных стран, это далеко не редкость, в тех же Австрии есть, катаются на бывших свалках. Впрочем, будет или нет реализована эта идея на Волхонке, пока не ясно. Возможно, эту идею реализуют в Новоселках, где мусорные горы еще больше. Главное, чтобы Петербург не превратился в Неаполь, который несколько лет назад буквально утонул в мусоре. Вы смотрели тему недели. С вами была Ольга Уланова. Редактор субтитров А.Семкин